Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами, как работать с таким маркетплейсом, как Валберис. И одноименное название занятия «Миллион на Валберис». Я собрала самую ценную информацию на опыте моих выпускников, на своем опыте, и поделюсь им с вами. Советую конспектировать, записывать, потому что очень много ценных мыслей и полезной информации. Программа занятия у нас следующая. Сначала я вам расскажу в целом информацию про этот маркетплейс, про Валберис. Далее поделюсь собственным опытом работы с Валберис на конец 2019 года. Потом уже детально, контентная часть, проговорю про то, что необходимо для того, чтобы стать поставщиком Валберис. Расскажу про бухгалтерские и юридические аспекты, про сертификацию, про электронный документ оборот, который необходим для работы с Валберис. И про товарный знак. В каких моментах он нужен и когда его стоит регистрировать для работы с Валберис. Потом мы обсудим фотоконтент для Валберис. Это немаловажная составляющая работы с этим маркетплейсом, так как как вы сфотографируете ваш товар, так вы его и продадите. Потом мы обсудим ценообразование. Я дам расчеты, покажу таблицу. К этому уроку будет прикреплена таблица Excel, в которой вы сможете смело рассчитать и уверенно быть, что не будете в минусе при работе с маркетплейсом. Затем обсудим уже технические моменты работы на портале поставщиков, для новых поставщиков на портале Валберис. Как мы подаем заявку, как мы готовим отгрузку, какие нужны документы, как мы маркируем товар для отгрузки на Валберис, что должно быть промаркировано. Проговорим важные нюансы и аспекты работы с Валберис, какие я сделала выводы за годы своей работы и по опыту моих коллег-поставщиков. И потом обсудим поставки из других городов, так как я уверена, многие из вас не из Москвы. Мы обсудим, как лучше доставлять и куда лучше доставлять товар на склады Валберис. И в конце я вам дам примерные идеи, с которыми можно заходить на Валберис. Сейчас их очень много, я проведу какую-то маленькую часть, и сама я в поиске идей нахожусь, можно сказать, постоянно. И вот частью из них поделюсь с вами. О Валберис. Мой любимый маркетплейс. Я сама являюсь покупателем на этом маркетплейсе уже 7 лет, наверное. И самое примечательное, что на этот маркетплейс меня привела мама. И у меня уже там максимальная клиентская скидка и сумма выкупа уже около 300 тысяч рублей. Этот маркетплейс был основан в 2004 году, 15-16 лет назад. Оценочная стоимость Forbes, его 602 миллиона долларов. Но на самом деле она больше, потому что обычно занижает оценочную стоимость. Основали Валберис, что тоже очень круто, два человека. То есть жена и муж Татьяны Андрея Бакальчук без инвесторов, без привлечения кредитных денег. Все на свои. То есть Татьяна Бакальчук, она была репетитором английского языка. И в декрете она начала перепродавать одежду из каталогов европейских фирм. И потом она поняла, что какой-то такой удобной платформы нет. И начала привлекать все больше разных марок. И все это за довольно короткий срок превратилось в гигантский маркетплейс, который, я считаю, что очень скоро станет подобием Амазона в США, который сейчас в США занимает более 50% рынка онлайн-продаж. Оборот Валберис в 2018 году вырос на 72% по сравнению с 2017 годом. И достиг почти 120 миллиардов рублей. И в первом полугодии 2019 года он уже вырос еще на 79% от этой суммы. И составил, вырос на 79% и составил рост до 85 миллиардов рублей, что очень круто. То есть рост Валберис динамично, он идет очень быстро. То есть начиная с 2004 года, он идет прям вверх экспонентально. И я уверена, что чем дальше, тем больше будет рост Валберис, и тем больше у вас будет возможности, как у поставщиков, срабатывать деньги. Тем более сейчас Валберис выходит на европейские рынки. Буквально в эти вот дни творится вот этот выход на Европу. И мы, поставщики России, будем представлены на этом рынке, что очень примечательно. В каталоге Валберис сейчас более 2,5 миллионов товаров от 25 тысяч брендов. И я могу с верностью и даже с гордостью сказать, что в этом есть моя заслуга. Потому что я в последний год рассказываю людям, которые даже никогда и не подозревали о том, что можно стать поставщиком Валберис. И заблуждались, как когда-то я заблуждалась в том, что для того, чтобы работать с Валберисом, нужно там миллион первый взнос, нужно иметь много товаров, нужно быть старым каким-то, старой маркой. Но все это мифы и все это неправда. И я эти мифы развеиваю. Благодаря мне уже сотни людей стали поставщиками Валберис, создали свои бизнесы или масштабировали свои бизнесы, получив новые каналы продаж и успешно там продают. Основные товары на Валберис сейчас это одежда, обувь, аксессуары, детские игрушки, товары для дома, книги, электроника, косметические товары. И даже сейчас в последнее время добавилось продуктовые какие-то изделия. Я вот, например, детям заказываю там определенные европейской фирмы каши и печенье. И они дешевле, чем где-то в детском мире. И удобно, что бесплатная доставка, там практически до дома, до пункта выдачи заказов. И продуктовые ниши, они очень динамично наполняют. При этом, конечно же, должны быть не скоропортищие продукты, там, не арбузы. Посетителей за сутки на Валберис около двух миллионов человек. Там в пике еще больше. То есть представьте себе, что на этот сайт в России и там в странах таможенных союзов, где Валберис есть, заходит 2 миллиона человек. То есть какой это охват рынка? То есть если вы раньше там, допустим, продвигали свою бренду исключительно по сарафану или исключительно через Инстаграм, как когда-то я, то вы быстро получите вот такой охват, и это очень классно и очень здорово. Средосуточное количество заказов на Валберис 500 тысяч. И пока вы думаете стать поставщиком или нет, то вот это количество заказов совершается. Конечно же, не все выкупаются из них, но тем не менее, вот такое огромное количество, оно есть. В каких странах есть Валберис на данный момент? Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения. Это страны таможенного союза. Информация актуальна на конец 2019 года. И в ближайшее время они зайдут на Европу и будут представлены в европейских городах, начиная с Польши. Пока еще нет детальных подробностей, как это будет работать в Европе и какие условия будут для поставщиков. Но то, что стать поставщиком сейчас, самое лучшее время, это однозначно так. То есть раньше, как говорится, хороший момент посадить дерево был 20 лет назад, сейчас бы дерево уже было большое. Но второй лучший момент посадить дерево, он сегодня. То же самое и стать поставщиком в Валберис. То есть я считаю, что любой категории товара, будь то одежда или какой-либо другой товар, лучше прямо сейчас. И какие-то примеры товаров для Валберис. Самый большой сегмент – это одежда и обувь. Я сама являюсь поставщиком трех брендов одежды и одного бренда сумок. Потом, конечно, большую долю занимает обувь. Различные аксессуары, шапки, бижутерия, пояса и так далее. И сумки, потом детские игрушки, товары для дома, тексты для дома. Это, кстати, очень классная ниша, тексты для дома, высокомаржинальная достаточно. Я привела ее в пример в конце урока. Далее книги. Очень сама много заказываю книг для детей, для себя с Валберис. Если раньше книги все заказывали с Озон, то сейчас Валберис сильную конкуренцию им дает. Электроника. Сейчас даже официальный продавец Apple есть на Валберисе. Можно купить технику. Последние модели техники Apple можно купить на Валберис. Бесплатная доставка по всей стране. Это говорит о чем-то. В том числе, например, пылесос Dyson, который стоит тоже недешево. Тоже официально представлен на Валберисе и так далее. Косметические товары. Очень много косметики. Различно, начиная от корейской, заканчивая российской. Вся там европейская, масс-маркет, люкс. Все это тоже представлено на Валберисе. Продукты питания. То, что я рассказывала сейчас. Есть сегменты варенья различные. Орешки даже продаются фасованные. Все это можно даже про орешки. Я знаю, просто я делаю постоянно какой-то ресерч. Ищу какую-то информацию на Валберисе. Кто что продает и как у него продается. И вот на продукты питания изучала, что есть. И нашла фасованные орешки. Я так поняла, что их просто покупают на Фудсити. Это самый большой рынок, наверное, в стране оптово-розничный, где можно купить продукты питания. Там овощи, фрукты и в том числе орешки. И просто фасуют и отгружают на Валберис. Вот. И это такая схема при маржинальности там достаточно высокой. Для того, чтобы стать поставщиком Валберис, также есть и некоторые ограничения. Хрупкий товар должен обязательно иметь надежную упаковку, должен быть пакет с пупырушками. Потом минимальная рожечная цена товара 210 рублей. То есть если у вас какой-то очень дешевый товар, то вы не можете стать поставщиком. То есть минимальная рожечная цена должна быть 210 рублей. А нет ограничений количества товар как отгрузки. Это очень хорошо для новых поставщиков, в частности брендов одежды, которые я помогаю создавать. Это классно, потому что, чтобы создать много, 50 артикулов, например, требуется большой бюджет. А для того, чтобы создать 12 артикулов, то можно уместиться в определенную сумму, которую можно накопить, занять. Ну, я, конечно, против кредитов, но тем не менее. И это классно, потому что, например, в marketplace LaModa, конкурент Валберис, там минимальная отгрузка 50 артикулов. Мы на LaModa тоже представлены, но, конечно, Валберис намного больше по оборотам, чем LaModa. На Валберис обязательно отгрузка в коробках. Нельзя там привезти в пакете, даже если у вас какой-то маленький там товар, там цепочки, вы не можете приехать на склад с пакетом и отгрузить так. Вы все равно должны упаковывать все в короба. И каждый товар должен быть в индивидуальной упаковке, обязательно должен быть промаркирован. Иначе там будет пересорт, путаница, и вас оштрафуют. Итак, про мой опыт работы с Валберис. Я подала заявку в начале января 2018 года, то есть после праздников. И я очень долгое время до этого так скептически относилась к Валберис. Я думала, что я слишком мелкая, там слишком мало продаж будет, там ничего интересного, там высокая конкуренция. И находила постоянно какие-то договорки, чтобы не стать поставщиком. Но все-таки рано или поздно я к этому моменту созрела. Заявку я подала в январе 2018 года. Потом все равно еще 3-4 месяца ходила, ничего не делала. Подписала договор только в апреле. И спустя еще 3-4 месяца в июле 2018 года мы маломальски собрали первую поставку. Она была провальной, потому что я отгрузила неликвид. Это вот одно из правил, которые не надо делать для новых поставщиков. Отгружать неликвид, допустим, и несезонный товар. Допустим, это было лето, и я отгрузила какие-то залежавшиеся зимние вещи. Ну кто будет? Нормальный человек не будет покупать зимние вещи летом. Это была одна из моих ошибок, но мы про это еще поговорим далее. Оборот на конец 2019 года более 20 миллионов рублей от трех брендов, потому что четвертый я недавно совсем создала. Ну и прибыль, который мы получаем, больше 10 миллионов рублей. Я могу сказать, что это очень хороший результат, учитывая, что я вообще не хотела заходить на этот маркетплейс и думала, что денег там мне не увидеть. А сейчас, в данный момент, Валберис является нам ключевым партнером и стратегическим. Помощью Валберис мы получаем новый охват аудитории. Люди, которые на нас не были подписаны в Инстаграм, приходят даже в Инстаграм и пишут, когда можно ли у вас тут купить, какой-то определенный товар, потому что на Валберис закончился. Мы получаем новый охват аудитории, которые в регионах, которые заказывают исключительно с Валберис путем бесплатной доставки и так далее. На Валберис мы отгружаем уже план на каждую неделю, ну или самым минимум раз в две недели уже есть сотрудники для Валберис. И сейчас вот есть еще урок «Миллиона Валберис Про», я там рассказываю про софт, который мы используем для сбора аналитики. Он очень-очень удобный, очень крутой. Ну, этот вебинар для продвинутых уже пользователей. И у меня уже, как я сказала, есть три бренда одежды и один бренд сумок, который я развиваю. Я думаю, что на этом я не остановлюсь. И, возможно, даже в ближайшее время будут еще какие-то бренды, потому что рынок очень большой и возможностей очень много, если ко всему подходить с умом, о чем я, собственно, и буду сегодня рассказывать. Большие бренды, они не теряют время, заходят на Валберис. Есть у меня инсайдерская информация, что бренд «Манго» зарабатывает на Валберис в России намного больше, чем с оффлайн-магазинов «Манго» в России. И это как бы неудивительно, потому что бренд «Манго» на Валберис, у них там есть скидка постоянного покупателя. И в целом многие магазины закрываются сейчас оффлайн и переходят в онлайн и будущее за маркетплейсами. Соответственно, очень многие бренды, которые продавались в Инстаграм, тоже переходят на Валберис, как когда-то я, потому что мой бренд был исключительно в Инстаграм два года, и сейчас он есть на Валберис и в Инстаграм. И в целом крупные бренды тоже понимают, что за маркетплейсами будущее. Еще один пример – это Биркиншток. Некоторое время назад вообще не было в России, потом они там где-то начали перекупы появляться, продавать, и сейчас уже есть официально на Валберис, и мы там, я уже делала несколько заказов этой обувью, очень довольна. То есть крупные европейские бренды, американские бренды заключают соглашение с Валберис, потому что видят там огромный потенциал. Ну и то, что я рассказывала, бренды из Инстаграма, бренд, санкт-петербургский бренд, они делают аксессуары для колясок, для автокресел, и они тоже одно время очень активно продвигаются в Инстаграм среди блогеров, и сейчас вот они тоже есть на Валберис, я тоже у них делала заказы, и очень довольна. Вот, то есть бренды из Инстаграма тоже переходят на Валберис. Итак, давайте уже перейдем к контентной части, что необходимо для того, чтобы стать поставщиком Валберис. В первую очередь, это, конечно же, ИП или юридическое лицо. Недавно Валберис объявил всем, что самозанятые также могут сотрудничать с Валберис, при этом, конечно же, товар должен быть сертифицирован. Если речь идет об одежде, то сертификация одежды – это обязательное условие. Но самозанятые, они по статусу своему не могут сделать сертификацию. Этот момент еще непонятен. То есть если у вас товар, который не подлежит обязательной сертификации, тогда вы можете заключить договор с Валберис, как самозанятый. И, например, для сумок сертификация необязательна, и вы можете сделать там отказное письмо, и в целом, я думаю, что можно отгрузиться самозанятые, при этом платят 6%, так как это договор с юридическими лицами. То есть от всей суммы, которая поступит на счет, самозанятые оплачивают налогов 6%. Достаточно маленькая сумма. Но в целом, как я уже сказала, сертификация, если речь идет о товарах, которые подлежат обязательной сертификации, одежда, обувь подлежат обязательной сертификации, постельное белье, текстиль для дома подлежит обязательной сертификации. Если вы поставляете товары, которые не подлежат, то вы можете как самозанятые заключить договор. Также требуется обязательно электронный документооборот. Это вот то, что раньше люди присылали, печатали договор, подписывали рукой, отправляли почту сейчас это все делается в электронном виде это очень удобно а также как я уже сказала требует сертификации декларация о соответствии на продукцию и регистрация товарного знака или же отказное письмо или же разрешение правообладателя поясню этот момент если у вас уже вы например продаете какой-то товар у вас есть оффлайн магазины есть онлайн магазин и вы хотите просто новый канал продаж освоить то наверняка у вас уже есть разрегистрированный товарный знак и это хорошо но если вы пока не не зарегистрировали товарный знак и у вас нет соответственно вы пишете отказное письмо свободной форме в таком ключе что например я драган майя являясь единственным и законным правообладателем товарного знака чик мама и пишите это свободной форме и прикладывайте к заявке на квайлберс такое тоже проходит единственное что я знаю по опыту моих учеников что некоторые сотрудники службы поддержки отвечают что нельзя без товарного знака затемного образца это неправда бывает такое что некоторые сотрудники не владеет информацию полностью поэтому так говорят вот но в целом отказового письма достаточно если вы пока еще не регистрирует товарный знак разрешение правообладателя требуется если вы хотите перепродавать чей-то чужой бренд примеру вы нашли какой-то допустим бренда одежда который шьется в иванове и хотите его перепродавать и те люди как бы они не против чтобы вы перепродавали их товар и пишут вам в свободной форме письмо например там я а мы там ооо ромашка разрешаем там и п иванов использовать и продавать наш товар на знаку там ромашка на в адрес это все свободно форме и тоже прикладывать это на вайлберс иначе там будут может быть такое что ооо ромашка вам потом скажет что все не продавайте мы сами хотим продавать и вы окажетесь крайними а если письменно подпишите тогда все это будет легально это какой же выбрать юрлицо ооо например или п я в очень вкратце поясню я всегда начинающим предпринимателем если у вас еще пока ничего не зарегистрировано рекомендую и п на упрощенной системе налогообложения у сан самое простое для начинающих это у сан 6 процентов однако при работе с вайлберс есть нюанс который многие не знают и который может в скором времени всплыть по из я сама изучал этот вопрос мы писали официальный запрос налоговую министерство финансов по статье 346 15 налогового кодекса вы как поставщик обязаны платить налог не с сумма которая вам поступает на счет а со всех продаж то есть я объясню подробнее если вы например продали на вайлберс на сумму скажем ну 100 тысяч рублей в месяц но при этом вайлберс удержал свою комиссию скажем это 15 процентов там плюс платно хранение все такое ну допустим вам перевел вайлберс на счет 85 тысяч рублей раньше люди как бы никто не знал и не обращал внимание на этот кодекс платили налог с 85 тысяч рублей при усн 6 процентов усн 6 процент соответственно от 85 тысяч платили 6 процентов это примерно у нас 5100 рублей но по вот этому по этой статье налог налогового кодекса вы обязаны платить налог не вот этот вот а 100 тысяч рублей что является 6 тысяч рублей соответственно если речь идет не о 100 тысячах о миллионе это уже большая разница тут разница будет 9 тысяч рублей и многие поставщики об этом не знают и платят пока вот так вот неправильно но рано или поздно это все равно со всплывет поэтому имейте ввиду это когда вы выбираете систему налогообложения